Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете свежие обзоры на тачки, которые выходят на продажу, прокруты рулеток, открытие контейнеров, все это и многое другое уже ждет вас на канале и дальше будет появляться каждый день. Ну и сегодня у нас на продаже появился АМХ М4 МЛЕ-54, коллекционная десятка, тяжелый танк, крайне средняя машина, по моему скромному мнению, но я бы с удовольствием себе ее прикупил в коллекцию, просто потому что у меня ее нет и это далеко не шлак, но стоит это удовольствие 30 баксов, за голду купить возможности нет, такого предложения в магазин не завезли. Что вы получаете за 30 долларов? Ну получаете саму машину, получаете 5 мистических контейнеров, легендарный внешний вид, который действительно на машине неплохо смотрится, абсолютно, как мне кажется, ненужный аватар, есть X5 в количестве 30 штук на эту тачку и действительно на этой машине вы сможете неплохо поднять свой элитный опыт экипажа. Открытое все оборудование это в районе 3,5 миллионов серебра экономии, ну и 5850 сниппетов, которые сможете потратить в сезоне на то, чтобы прокачать танчики. Но все-таки 30 баксов и мне кажется, что 30 баксов за эту машину готово дать либо тот, кто очень сильно хочет себе АМХ, либо тот, кто хочет получить себе дополнительных сниппетов. Почему говорю так? Потому что за те же самые условные 30 долларов, если вы донатите в игру, вы можете приобрести себе, ну да, пускай чуть-чуть дороже, но 2 вот этих вот комплекта золота и получить суммарно 23,5 тысячи голды. А уж за 23,5 тысячи голды вы сможете потом купить себе АМХ, если его будут выставлять на продажу в составе набора, опять-таки с легендарным внешним видом. Но учтите, что там не будет сниппетов. В общем, для того, чтобы заценить АМХ, переходим сейчас на мой пресс-аккаунт, там, где он у меня есть, ну и, соответственно, покатаем его и обсудим, на что он действительно способен. Почему я говорю, что АМХ это средняя машина? Потому что машина неплохо сбалансирована, но в то же время многим уступает на уровне в отношении некоторых показателей. Почему написали на превьюшке, а точнее на вот этом постере, что это пробивной АМХ, я, честно говоря, не совсем понимаю и покажу вам сравнительную таблицу в отношении уровня пробития по орудию. Ну а пока давайте заценим орудие, стоя в ангаре. Здесь пробитие 257 мм, к этому вопросу мы вернемся чуть позже, буквально через пару секунд. При этом вы накидываете 450 единиц урона, что действительно очень круто, но через каждые 10 с копейками секунд. И в этом отношении вы уступаете многим более скорострельным тачкам на уровне, как минимум, среди коллекционных. Также стоит отметить, что здесь время сведения 4,2, что не сильно комфортно и хотелось бы, чтобы было хотя бы, там, я не знаю, 3,6-3,8, но 4,2 это перебор и это с учетом того, что у меня оборудование в двух слотах установлено на улучшение данного показателя. Что касается разброса, разброс вроде бы приемлемый, но все-таки заценивать его необходимо непосредственно в самом бою. По ДПМ у машины не блещет, 2660 единиц, но, слава богу, данный ДПМ действительно реализуем. В первую очередь, благодаря тому, что у него очень хороший угол склонения орудия вниз, это минус 8, и это действительно комфортно, когда ты отыгрываешь от башни. Ну а почему комфортно? Потому что в башне есть броня, и тут есть действительно чем потанковать. Также неплохо забронирован верхний бронелист, часть нижнего бронелиста. Да, есть страдальческая нижняя зона, но она находится внизу, и за укрытиями вы ее не достанете. Ну и из мелочей не стоит на АМХ играть вот так вот ромбом, потому что, когда вы ромбом становитесь, здесь у вас оголяется вот этот вот пятак, в котором всего лишь там, грубо говоря, 250 мм брони с учетом приведенки. И понятное дело, что пробивать сюда будут с очень даже таки легкостью. Если говорим о бортах и о корме, то хвастаться особо нечем. Очень клево заходят фугасы вот сюда вот под башню, ну и осколки разлетаются вот в этот бронелист, который находится снизу на башне, там всего лишь 30 мм, ну и, соответственно, сюда, где 45. Короче говоря, если хотите прям совсем поиздеваться, то киньте фугас вот сюда вот, и, в принципе, нанесете довольно-таки некислый урончик. Если говорим о вот этих вот комбашнях, то отыгрывая от неровности, опуская орудие вниз, комбашни выцелить очень сложно. Здесь большая маска орудия, если маску снимаем, то здесь все очень круто по броне, именно поэтому я говорю, что эти минус 8 неплохо себя показывают, и вот в такой проекции реализовывать ДПМ действительно получается. Главное, чтобы было в кого отстреливать. Если мы вспомним наш разговор по поводу уровня пробития по орудию, то здесь особо хвастаться нечем. Здесь пробитие 257, как я говорил, и есть танки, у которых гораздо больше цифра в отношении толщины брони, которую они могут прошивать. И, как вы видите, таких машин на уровне не так уж и мало. В отношении ДПМа я бы не сказал, что он классный, потому что, как вы видите, опять-таки есть достаточное количество танков, у которых ДПМ не просто выше, а существенно выше. 2700 округляя против, допустим, 3275 или 3325 на стерве. Но, так или иначе, здесь решает все-таки броня и отчасти решает подвижность, потому что подвижность, несмотря на хорошее бронирование, сохранили на достойном уровне. 45 вперед и 20 назад. Это один из лучших показателей на уровне. И, опять-таки, есть только несколько тачек, которые превосходят машину по подвижности. Это Т-95Е6 «Пиранья». Это у нас объект 260-й. И это у нас словно известная стерва. При этом всем ни один из вышеперечисленных танков не имеет такого уровня бронирования, как АМХ. Ну и, соответственно, живучесть у этих машин существенно ниже, нежели у нашего героя. В отношении того, сколько побед делают ребята, то, во-первых, танк не сильно популярен. 712 боев... Ой, простите, 712 игроков были в боях на данной машине, но сделали 52%. В целом могу сказать, что показатель не какой-то там фонтаново-великолепный, но в то же время показывает, что АМХ вполне себе играбельная машина. Насколько играбельная? Давайте будем заценивать вместе с вами в катке, в которую и отправляемся. Так, ребят, давайте будем начинать, ну и, наверное, уже в свойственной для моего канала манере начинать будем с подвижности и маневренности. Как видите, танк вполне себе классно прет вперед, не то чтобы на всех парах, но передвигается существенно быстрее, нежели другие тяжелые танки на уровне. В отношении маневренности тоже могу сказать, что меня все устраивает, в повороты заходить есть возможность. Да, ты не дрифтуешь, но четенько входишь в поворот и занимаешь свою позицию. Сейчас попробуем заценить с вами угол склонения орудия вниз. Надеюсь, там не сильно много ПТ-шек собралось для того, чтобы в меня отбросить. Ну и заодно будем заценивать такие показатели, как скорость сведения и точность орудия. Как видите, скорость сведения не сильно классная, а в отношении точности особых нареканий быть не может. Для 450 единиц урона, мне кажется, очень даже приемлемо. Так, не фартануло немножко, но мне кажется, что это уже даже больше подкрутка от игры, а точнее открутка от игры, для того, чтобы прям совсем жизнь малиной не казалась. Отходим. Один одинешенек позабыт, позаброшен, никого нет, прикрыть некому и буду сейчас пытаться что-то сделать, но параллельно с этим, я так понимаю, буду немножечко страдать. Там еще есть один товарищ недобитый, который явно за мной сейчас приедет. Вспоминая о времени перезарядки, хочется отметить, что, несмотря на то, что показатель выше, чем у многих других машин на уровне, играется вполне себе комфортно. Просто необходимо сыграть один-два боя, для того, чтобы привыкнуть к этому времени, особенно если до этого вы играли на какой-нибудь условной пиране, супер коне или том же самом чифтейне. В целом, машина сбалансирована очень классно. И я могу сказать от себя, что от АМХ я бы не отказался однозначно. Ну, просто меня сдерживает вопрос 30 баксов, которые, к сожалению, не имею возможности вкинуть на данную тачку. Это первое. Ну, а второе, то, что перед покупкой АМХ на 10 уровне есть что покупать другое, что более интересное по своему геймплею. АМХ это танк, по моему скромному убеждению, который не имеет прям каких-то супер показателей, которые дают вам кардинально другие ощущения от боев. Ну, допустим, возьмем того же самого чифтейна МК-6. Там есть великолепные фугасы с повышенным уровнем пробития. Что касается супер коня. Обалденно играется от башни и имеет классную скорость и довольно-таки неплохую цифру по времени перезарядки. Что же касается АМХ, то это просто спокойная машина, на которой вы просто спокойно заезжаете в бой, просто спокойно играете и просто спокойно выходите, как правило, на первых лидирующих местах в количестве нанесенного урона в рамках своей команды. И если вы жаждете вот такого вот спокойного геймплея, который ничего уникального вам не предоставляет, но в то же время дает вам возможность спокойно, расслабленно поиграть, то, наверное, АМХ все-таки танк для вас. И если вы его себе приобретете, то получите определенного рода удовольствие от боев, в которых будете пребывать. Я сейчас сделал абсолютно спокойно два фрага. Да, спасибо большое нашей команде за то, что качественно, грамотно отыграли. Я, честно говоря, немножко высадился, когда остался один против четырех соперников, но союзники, слава богу, были рядом, ну, не прям со мной, но рядом я имею в виду в бою, заняли нормально свои места в бою, ну и, соответственно, вытащили этот бой на просто великолепную победу. Абсолютно не напрягаясь, ничего не делая, пять тысяч урона и два фрага. Но при этом всем, ребят, только в первой степени знак классности и даже не мастер. Стоит также отметить, что такой урон я, безусловно, нанес, потому что там был Ягдтигр, который спокойненько дремал, ну и, соответственно, дал просто на себе заработать данного урона. Но так или иначе, на АМХ вы вполне спокойно за бой будете делать в районе двух с половиной трех тысяч урона, абсолютно не напрягаясь. Возможно, это будут непобедные бои, но тут уже будет больше зависеть все от сноровки ваших союзников, нежели от вас. Как я сказал, АМХ это танк, на котором ты не летишь на передовую в бой, ты просто спокойно туда приезжаешь, ну и, соответственно, даешь определенные результаты. А результаты он давать действительно может. Именно из-за этого АМХ я бы с удовольствием поставил свой ангар. Если говорить о фарме, то за вот этот бой, без учета прем-аккаунта, я бы вывез 71 тысячу чистоганом, ну а с премом 106. Поэтому, в целом, можно сказать, что на данной тачке можно фармить. Единственное, что стоит помнить, что если вам не повезет так, как мне в отношении ягдтиграм, то, возможно, ваши результаты по настрелу будут меньше, ну и, соответственно, ваш фарм по серебру, соответственно, тоже снизится. Но на 1050, я думаю, можно смело рассчитывать, без всякого рода бустеров установленных, ну и, соответственно, прем-аккаунта. Покупать себе АМХ или не покупать, я имею в виду за реальные деньги, уж точно решать вам. А в отношении того, стоит ли присмотреться к этой тачке, если выставят за голду, да, стоит. Но только если вы вспомните обо всем, что я говорил ранее, и на этом будете основывать свой выбор. Я имею в виду спокойность геймплея и отсутствие чего-нибудь уникального в этом танке. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам буду благодарен за лайкосик под данным видео, комментарий, ну и, если вам несложно, подпишитесь на канал, прожав колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.